Самшит К сожалению, так получилось, что на Низменности, в частности, на Скорчи и Питсунде, потерян самшит безоговорочно и окончательно. Но мероприятие, которое принимается после постановления Кабинета Министров, создав штаб по борьбе с самшитовой огневкой, оно и по сегодня продолжается. Государственный комитет по экологии и охране природы ведет активную борьбу с вредителем. С целью уничтожения огневки в Краснодаре был арендован вертолет, оборудованный специальными приспособлениями. С его помощью было обработано более полутора тысяч гектаров пораженного огневкой самшита. В прошлом году для авиаобработки применялся дельтаплан. Однако его использование оказалось неэффективным, так как он не выдерживает сильных ветров в ущелье. Также активно использовался препарат демилин, которым обрабатывали насаждения. Действие от лекарства держится более 35 дней. С 2015 года регулярно летом, в зависимости от количества поколений, которые создает самшитовая огневка, от этого зависит количество обработки этих насаждений. В году за летний период получается от 4 до 6 раз. В этом году уже продолжается обработка, третья обработка самшитовых насаждений. Истребив практически весь Пицунский самшит, огневка добралась и до Бзыбского ущелья. Однако, по словам Савелия Читанава, здесь самшитовые насаждения пока выдерживают натиск насекомых, ввиду доступности территории для наземной техники, с помощью которой проводится опрыскивание растений необходимыми лекарственными препаратами. Есть и другая хорошая новость. По словам Читанава, в результате мониторинга мест гибели самшита в Пицунде был обнаружен подрост молодого самшитника. Однако и тут обнаружились сложности. Под пологом самшитового леса произрастают тенелюбивые растения. Но ввиду того, что самшит дефолирован, то есть облиственен, солнечные лучи проникают прямо, и потому под полог погибшего самшита устремились светолюбивые растения. Эти светолюбивые растения подавляют медленно растущие сеянцы самшита. Там надо производить дополнительные работы по выкорчевыванию вот этих сорняков. Появление самшитовой огневки впервые было зафиксировано в 2006 году. Тогда же этот вредитель был занесен в список самых опасных насекомых в Европе. Предположительно, огневка попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Во время озеленения олимпийских комплексов Россия закупила в Италии самшит из Китая, в котором было насекомое. С тех пор Комитет по экологии и охране природы Абхазии ведет неустанную борьбу с вредителем. Продолжение следует...